Генеральная ассамблея сейчас заслушает обращение его превосходительства господина Валеру Стрелет, премьер-министру Молдовы. Я попрошу протокол сопроводить его превосходительство. Мне доставляет огромное удовольствие поприветствовать премьер-министра Молдовы. Я предлагаю обратиться с заявлением к Генеральной ассамблее. Генеральная ассамблея Писание Устава ООН дает нам возможность извлечь уроки из прошлого и обдумать пути и средства, которые нам нужны для того, чтобы нам противостоять сегодняшние и завтрашние вызовы, создать лучшее будущее для последующих поколений. Мы все горды тем, что сейчас ООН остается ведущей силой в поддержании миробезопасности, содействию устойчивому развитию и осуществлению прав человека. Организация также прочно исходит из принципа эффективных многосторонних отношений и свидетельствует подтверждение этого документа саммита по принятию поиска дня в образ развития после 2015 года. Это мероприятие снялось несколько дней назад в Нью-Йорке, и я с огромным удовольствием хотел бы обратиться в этой связи на то, что этот весь подготовительный процесс строился на основе широкого участия. И в ходе саммита Республики Молдак выступало за принятие новой вооруженной карты развития, которая предвидит будущее и настоящей нашей планеты, и интеграция экономики, социальные и экологические составляющие в новых рамочных поисках днях является ключом в решении старой проблемы, которую многие годы обсуждал ООН, обсуждая вопросы сущности устойчивого развития и того, как это осуществить на практике. И, когда поиска дня 2030, ООН и государство-члены теперь принимают участие в реализации передовой модели устойчивого развития интересов человечества, что позволит устранить нищету, неравенство и бороться с последствиями климата. Мы поддерживаем и инициативы государства-членов и их действия, направленные на то, чтобы приостановить изменения климата на основе далеко идущих мер, и которые позволят обеспечить чистую энергию национальных международных уровней. Мы считаем, что каждый должен своим плечом поддержать движение вперед, мы, скорее, когда достигнем лучшей меры. Республика Молдова вносит свой вклад в эти усилия. Целью стойчивого развития является открывать новую главу, важную главу в программе управления в ближайшие годы. Среди многих начинаний, одной из целей является повышение уровня использования возобновляемости учеников энергии до 20% 2020 года. Моя страна ратифицировала стратегию по развитию в области снижения выбросов и на Парижской конференции по климату. Республика Молдава намерена поддержать механизм ОЕС, который преследует достижение цели климатового осуществления соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС, заключенная в прошлом году в Усилии, касается создания зоны свободной торговли, и это позволяет исходить из этого стратегического направления, которое поддерживает и наше участие в этом процессе, способствует учреждению нами усилий в области развития. Парижская дня и обязательства ООН идут рука в руку, способствуют адаптироваться универсальности целей ответственности за развитие и освещение мира. Помогают нам изучать ценности Европы и принципы укрепления партнерства в регионе. Первое годовщина подписания соглашения об ассоциации с ЕС на основании для того, чтобы оценить достигнутые прогрессы в различных областях, причем этот анализ вновь подтвердил правильность выбора, сделанного Республикой Молдова на своем пути вперед по пути европейской интеграции. Постепенное осуществление соглашения об ассоциации и создание свободы и торговли объединяет нас практически экономически, приближает нас к ЕС, бюджетность ЕС и помогает нам продвигаться по пути развития и модернизации страны и молдовского общества в духе универсальных и европейских ценностей. Хотя, с точки зрения наших положений и наших масштабов, Республика Молдова не может особенно влиять на рождественную поиску дня. Тем не менее, наш опыт управления миграцией достигнутый предмет сочтения плана либерализации режима пенсионного вида и партнерства области мобильности позволяет нам содействовать работе Глобального форума по миграции и развитию и дискуссии, которые ставились по пенсионным дням в области развития после 2015 года. Тем не менее, много еще предстоит сделать, подтверждая взятые на себя обязательства, Республика Молдова продолжает реформы и приближает страну к день, когда мы вступим в большую европейскую семью. Мы полностью открыты для эффективного диалога с европейским партнерами, применительно к вопросам реализации нашей предметной дачи, макрофинансовой стабилизации, реформы общественной системы, системы уголовного преследования, борьбы с коррупцией, а также в плане углубления реформы государственного управления в области образования, в социальных областях, а также и то, что касается консолидации усилий по сотрудничеству, обеспечению энергетической безопасности и связи в плане создания транспортной системы. Достигнутый прогресс был связан с помощью наших партнеров по развитию. Мы признаты Европейскому Союзу, его государственным членам, особенно нашему соседу Румынии, а также США, за их непрерывную финансовую и техническую помощь и беспрецедентную политическую поддержку. Вместе с тем, при достижении стратегических целей европейской интеграции и устойчивого социального и экономического развития страны, мы также рассчитываем на поддержку наших партнеров по развитию и фонды, программы специалистов на учреждении ООН в этой связи с сотрудничеством и помощь, программ от Международного валютного фонда и Мирового банка имеют огромное значение для моей страны. Мы твердо верим, что при поддержке и помощи наших партнеров по развитию мы будем твердо идти по пути европейской интеграции. Господин председатель, сегодняшний мир становится все более турбулентным и небезопасным. Незаконные применения военной силы и других форм насилия широко используются государствами и негосударственными участниками как средство достижения своих интересов. Серьезные нарушения международного права, резкое сокращение доверия между государствами уже подорвали основополагающие идеи международной системы. К сожалению, после периода относительной стабильности, система безопасности сотрудничества в Европе подверглась серьезным испытаниям. Аннексия полуострова Крым Российской Федерации в рамках выпивающего нарушения международного права и вспышка вооруженного конфликта в восточных регионах Украины бросили прямой вызов международному миру и безопасности. Это крупные негативные события отбросили назад нашу поездку дня и поставили фундаментальные вопросы, что нужно сделать, чтобы остановить порядок и обеспечить соблюдение нормы принадлежного права. Поиск ответа потребует времени, но это просто необходимо, а пока важно вложить конец военным столкновениям в регионе Донбасса в Украине. Продолжение конфликта придет к большим страданиям, большим жертвам, большему разрешению инфраструктуры. Есть одна простая истина, которую нужно учитывать. Чем больше продолжается конфликт, тем сложнее будет найти устойчивое решение. В этой сфере Республика Молдова поддерживает мирные регулярные конфликты в Донбассе согласно Минским соглашениям при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы выражаем нашу солидарность с украинским народом в этот сложный период. Республика Молдова также прошла через конфликт. В течение больше двух десятилетий моя страна была раздалена в статус Приднепровского конфликта. Однако, несмотря на внешние и внутренние вызовы, Республика Молдова будет твердо идти по пути мирного урегулирования этого конфликта. Восстанавливая доверие и содействие диалог, мы должны двигаться шаг за шагом к всеобъемлющему урегулированию конфликта Приднестровья. Решение должно быть связано с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова. Определяя статус для региона Приднестровья в рамках международных границ моей страны. Уважаем надежду, что все наши внешние партнеры будут прилагать усилия для обеспечения урегулирования конфликта. Дополнительно мы вновь выражаем твердую позицию в отношении требований вывода российских военных сил и снаряжения с территории Республики Молдова согласно положениям Конституции моей страны и международных обязательств. В том же контексте считаем, что существующая миротворческая операция выполнила свой мандат и должна быть преобразована в гражданскую миссию с соответствующим международным мандатом. Господин председатель Республики Молдова полностью поддерживает меры, предпринимаемые ООН в области борьбы с терроризмом, содействуя разрушению и нераспространению и выступает за активное участие всех государств-кленов в их осуществлении. Моя страна ратифицировала и наша делегация на днях передала инструмент ратификации договора о торговле оружием генеральным секретарем. Этот договор обеспечивает не только транспарентность и подотчетность в передаче обычных выражений, он должен также пресечь незаконную торговлю оружием, особенно непризнанным сепаратическим образованием. В контексте сложной ситуации в области безопасности в Восточно-Европейском регионе это имеет огромное значение. Мы убеждены в том, что ухудшение безопасности в нашем регионе требует эффективного механизма в области контроля за столковым и легким оружием. Мы подключились к осуществлению программы действий ООН по легкому и столковому оружию, а также поддерживаем соответствующую резолюцию Совета Безопасности. Сейчас мы подтвердены тем, что за последние три года при поддержке наших партнеров мы смогли преуспеть в уничтожении всех запасов кластерных боеприпасов и противопехотных мин. Мы также разделяем озабоченность международного сообщества по поводу возникновения новых террористических угроз нашим демократическим ценностям, правам человека и мира на земле. Будучи соавтором резолюции Совета Безопасности ООН 2178-2014 в отношении иностранных террористических элементов, Республика Молдова выступает за принятие соответствующих мер по ее осуществлению. В том же ключе, помимо того факта, что Республика Молдова участвовала в течение многих лет в рамках военных наблюдателей, в мировой точке операций «Откот Дивари» Либерии, Судане, Южным Суданем и Центральной Африканской Республики, начиная с 2014 года, наша страна выделяет в контингент более 40 военнослужащих в новом национальной силе поддержания мира в Косово, Кельфор. В течение прошедшего года удалось добиться важного прогресса в обеспечении сотрудничества с ЕС в области совместной политики, в области безопасности и обороны. В частности, мы впервые начали участвовать в миссиях по управлению кризисом возглавляемых ЕС, включая миссию по подготовке ЕС в Мали в 2004 году и также военную миссию ЕС в Центральной Африканской Республике в 2015 году. Таким образом, Республика Молдова переходит от позиции наблюдателя области безопасности и бенефициара к статусу активного участника, содействующего безопасности и статусу мира, стабильности в Европе и во всем мире. Будучи ассоциированным с Европейским Союзом государством, Республика Молдова полна решимости содействовать укреплению позиций Европейского Союза как регионального и глобального участника. К этому, председатель, когда человечество сталкивается с углубляющимися кризисами, что имеет негативные последствия прав человека и потребности людей, решающие значения, имеют опыт и независимая оценка ООН. Именно по этой причине Республика Молдова приветствует новаторский подход управления ООН Верховного комиссара промчеловека в отношении информирования государственных о новых событиях на своевременной основе, что будет содействие укреплению предупреждений и раннего предупреждения. Моя страна наступает за универсальное соблюдение принципа международного права и права человека, что связано с их неделимостью и взаимозависимостью, и считает, что обеспечены эффективные, реальные и быстрые механизмы реагирования с целью соблюдения и уважения основных свобод без исключения имеют огромное значение. Господин, кстати, 70-я годовщина может и должна стать важным стимулом для дальнейших реальных реформ, для подтверждения и укрепления роли и деятельности ООН. Мы приветствуем и поддерживаем все конкретные усилия, направленные на обеспечение реформирования всех структур ООН, включая Генеральную ассамблею его вспомогательных органов ЭКОСОС и Совета безопасности с целью повышения их работоспособности, эффективности, подотчетности, транспарентности и равноправного регионального представительства. В том же ключе мы, в частности, повторяем ранее сложные позиции императив обрадостранения одного непостоянного места в реформированном Союзе безопасности в группе восточноевропейских государств и обеспечении справедливой региональной ротации в процессе выборов Генерального секретаря ООН впервые предоставив самую высокую должность секретаря ООН гражданину восточноевропейской страны. В заключении, господин председатель, поскольку я уже поздравил всю семью ООН в рамках 70-х годовщины организации, мы выражаем нашу убежденность, что все государства-члены будут далее объединять усилия и ресурсы, противостоять новым угрозам и вызовам, тем самым ограждая мир, человечество и нашу планету в соответствии с пожеланиями основателей ООН. давая обещание конструктивного содействия достижению этой благородной задачи, моя делегация уверена, и моя страна уверена, что эта юбилейная сессия позволит добиться достижения устойчивого мира и развития защиты края среды и прав человека в интересах всей планеты. Благодарю вас. От имени Генеральной Ассамблеи я благодарю преминистра Республики Молдова за выступление. Я прошу службу протоколу припроводить его пресс-слесу.